Это видео сделано на основе статьи специалиста Microsoft Вадима Стеркина, ссылка на его блог в описании. Если вы хотите просто ускорить загрузку Windows, при этом не вникая в подробности всех этапов этого процесса, посмотрите ролик, кликнув по аннотации. Корпорация Microsoft выпустила комплект средств в разработке для Windows 7, в который входит набор утилит Windows Performance Toolkit. Он позволяет создать подробный отчет о запуске системы и предоставить его в графическом и текстовом виде с помощью утилит командной строки xboot.mgr и xperf. Сами по себе эти команды не будут выполняться до того, как набор утилит Windows Performance Toolkit не будет установлен. Хочу заметить, что частой проблемой при установке Windows Performance Toolkit является установленная в системе программа Microsoft Visual C++ 2010. Поэтому перед установкой рекомендуется удалить ее. Когда все это сделано, переходите по ссылке под видео, загружайте и устанавливайте себе на компьютер Windows Performance Toolkit. Так как в наборе множество утилит, которые не нужны для составления представления загрузки операционной системы, то снимаете все галочки, кроме этой. Кстати, небольшое уточнение. Здесь есть еще один такой же пункт. Их различие только в том, что второй вариант позволяет скачать MCI пакет установки, который загружается в папку C, Program Files, Microsoft SDK, Windows, версия 7.1, Redist. В дальнейшем его можно скопировать, к примеру, на флешке и установить на других компьютерах, где нет подключения к интернету. Так что выбор за вами. После корректной установки можно приступить к сбору информации о загрузке системы. Кстати, если компьютером пользуется несколько человек, и для них заведены различные пользователи, то временно рекомендуется их отключить и оставить одного, а также убрать пароль на вход в систему. Это нужно для того, чтобы время загрузки рассчитывалось корректно и не суммировалось с тем, которые вы тратите на ввод пароля и прочие операции. Прежде чем выполнять дальнейшие действия, создайте контрольную точку восстановления и убедитесь в том, что на диске есть несколько гигабайт свободного места. Потому что в процессе анализа загрузки могут создаваться файлы довольно большого размера. Теперь создайте папку, в которой будет сохраняться отчет. Я, к примеру, создал ее на диске C с названием log. И, наконец, можно приступать. Закрываем все запущенные приложения, запускаем командную строку с правами администратора и вводим следующую команду. Полный текст команды в описании. Эта команда запускает процесс сбора данных о загрузке системы и перезагружает компьютер. По окончании загрузки через несколько минут в папке log, созданной ранее, должны появиться два файла с расширением ETL и log. Если у вас там три файла, то подождите еще пару минут и если ничего не изменится, то пропишите в командной строке следующую команду. xperv-stop И перезагрузите компьютер, после чего попробуйте все повторить. Когда все получилось, можно запустить файл с расширением ETL. И это как раз самая интересная часть, потому что в нем находится подробнейший отчет об этапах загрузки операционной системы. И что самое главное, информация о том, в какой последовательности какие устройства инициализируются, какие файлы, драйвера и разделы реестра загружаются. И все это сделано в виде вот таких наглядных графиков. Теперь давайте рассмотрим все этапы загрузки Windows подробно и разберемся, что же происходит на каждом из них. Первый этап это OS Loader. Он следует сразу после инициализации BIOS и визуально начинается после заставки и диагностических экранов BIOS, а заканчивается примерно с появлением экрана загрузка Windows. На этом этапе загрузчик Windows Winload Access загружает основные системные драйверы, которые необходимы для считывания минимально необходимого набора данных диска. Затем загрузчик инициализирует системы до момента, с которого становятся возможные загрузки ядра. Когда ядро начинает загружаться, Winload Access помещает в оперативную память системный раздел реестра и дополнительные драйвера, помеченные в качестве Boot Start, то есть необходимые для загрузки системы. Длительность этого этапа обычно находится в пределах 2-3 секунд. Следующий этап называется Main Path Boot. Визуально он начинается с экрана загрузка Windows и завершается при появлении рабочего стола. Если не настроен автоматический вход в систему, длительность этого этапа увеличивается за счет времени, которое требуется для ввода пароля. Во время этапа Main Path Boot происходит основная работа по загрузке операционной системы, а именно, инициализируется ядро, проходит определение устройств Plug and Play, запускаются службы, выполняется вход в систему, инициализируется Explorer, то есть система готовится к загрузке рабочего стола. Этап Main Path Boot состоит из четырех фаз, каждый из которых обладает собственными характеристиками и может по-своему влиять на длительность загрузки системы. Первый из этих фаз называется Pre-SMSS. Визуально она начинается примерно с экрана загрузка Windows, но ее окончание невозможно определить на глаз. В графическом представлении Windows Performance Toolkit она обозначена как Pre-Session Init и начинается с инициализации ядра. Во время нее происходит следующее. Ядро инициализирует структуры данных и компоненты, а также запускает диспетчер Plug and Play, который в свою очередь инициализирует драйверы Boot Start, которые немного ранее были загружены с помощью WinLow ADXE на этапе OS Loader. Когда диспетчер Plug and Play обнаруживает устройство, он загружает необходимый драйвер и выполняет его инициализацию. Если фаза Pre-SMSS занимает много времени, ищите драйвер, который долго загружается. Немного далее я покажу, как это можно сделать. Следующая фаза называется SMSS Init. Визуально начало этой фазы невозможно определить. Ее частью является пустой экран, который отображается между заставкой и экраном входа в систему, чье появление сигнализирует о завершении фазы. В графическом представлении Windows Performance Toolkit она обозначена как Session Init. И начинается с того, что ядро передает контроль диспетчеру сессий. Процесс называется SMSS Exe. Во время этой фазы система инициализирует реестр, загружает и запускает устройство и вторую волну драйверов, которые не помечены как Boot Start. То есть они не являются критически важными для загрузки системы. Эта фаза завершается передачей контроля процесса WinLogin. На фазе SMSS Init довольно часто бывают проблемы из-за драйвера видеокарты, который долго подгружается. Но он может быть не единственной причиной, и для того, чтобы провести детальную диагностику, можно обратиться к тем графикам, которые мы с вами создали. Находим график фазы загрузки Boot Phase и выделяем фазу Session Init. Затем вызываем контекстное меню и нажимаем Clone Selection. Таким образом, выбранный период будет перенесен на все графики. Теперь поднимаемся вверх до графика Driver Delays. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем команду Set Delay Threshold. Она позволяет отфильтровать драйверы по времени задержки. И вводим туда значение, например 2000. Нажимаем ОК и у нас отфильтруются все драйвера, которые загружались менее 2 секунд. Соответственно, если драйвер загружался более 2 секунд, вы увидите его на графике и сможете сделать определенные выводы. К примеру, можно его обновить до последней версии. Обычно это помогает. Следующая фаза называется Winlogan Init. Визуально она начинается перед появлением экрана приветствия, а завершается перед появлением рабочего стола. Эта фаза начинается сразу после запуска Winlogan Exe. Во время нее отображается экран приветствия. Диспетчер управления службами запускает сервисы и проходит запуск сценария в групповой политике. Фаза завершается запуском процесса Explorer Exe, который является оболочкой Windows. Длительность фазы Winlogan Init во многом зависит от поведения служб, так как, чтобы обеспечить плавную загрузку системы, службы могут объявлять зависимости и использовать определенный порядок загрузки. И в этом случае, если одна служба на раннем этапе загрузки будет загружаться дольше, она будет тормозить весь процесс, так как остальные службы зависят от нее. Для выявления проблем на этом этапе можно обратиться к графику службы Services. Разверните его и просто посмотрите. Здесь, чем длиннее горизонтальная линия, тем дольше загрузка этой службы. Если вы захотите увидеть время запуска конкретной службы, щелкните точку начала запуска и растяните диапазон до ее конца. И тогда во всплывающей подсказке вы увидите параметр Duration. Это и будет продолжительность запуска. Службы, которые долго загружаются, можно либо отключить, если они вам не нужны, либо сделать отложенный запуск службы. Это может существенно ускорить загрузку системы. Далее идет фаза под названием Explorer Init. Визуально она начинается перед загрузкой рабочего стола, но ее окончание определить на глаз невозможно. В этой фазе сначала запускается процесс Explorer Exe. Затем система создает процесс диспетчера окон рабочего стола DWM. Этот процесс инициализирует рабочий стол и отображает его. И визуально вы видите именно инициализацию рабочего стола, но при этом в фоне диспетчер управления службами SCM запускает службы, а диспетчер памяти кэширует данные. Поэтому на многих системах эта фаза сопровождается нагрузкой на процессор и нередко задержки при загрузке. На этом этапе можно отнести насчет слабости аппаратных ресурсов. И наконец последний этап называется Post Boot. Визуально он начинается при появлении рабочего стола и завершается после того, как будет определено бездействие системы. Кстати, средства Windows Performance Toolkit определяют бездействие системы по следующему алгоритму. Каждые 100 мс проверяется наличие активности в системе. Если бездействие системы составляло не менее 80%, за исключением низкоприоритетных процессов и дисковой активности, считается, что в этом интервале система бездействует. Проверка продолжается до тех пор, пока не наберется 10 секунд бездействия. А тем временем на этапе Post Boot рабочий стол уже загружен и с ним можно взаимодействовать, но при этом параллельно в фоне выполняется различная активность. Например, продолжается запуск служб и программ автозагрузки, что может сопровождаться появлением их значков в области уведомлений. Если вы хотите сократить длительность этого этапа, обратите внимание на график Process Lifetime, чтобы увидеть те процессы, которые долго запускаются, и принять обдуманное решение. К примеру, можно просто убрать этот процесс из автозагрузки. Итак, я рассказал основные этапы загрузки операционной системы. Эта информация лишь только позволяет составить впечатление о том, как это происходит. Если вам действительно интересна эта тема, то можете попробовать также установить Windows Performance Toolkit и понастраивать его, посмотреть эти отчеты и попробовать это все вживую. Если вы еще не заснули, спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok